Казахстанские банки Казахстанские банки второго уровня заработали с начала года 243 миллиарда 800 миллионов тенге. Это почти в 2,6 раза больше объема за 7 месяцев 2015-го. По данным рэнкинг КЗ, июль принес финансовым институтам 39 миллиардов 300 миллионов тенге. В целом финансовая система демонстрирует разнонаправленное движение долгосрочных показателей рентабельности. Так коммерческие банки следуют строгому тренду на ее постепенное сокращение, а Банк развития Казахстана, занимающийся аккредитованием национальных проектов, по итогам первого квартала 2016 года сумел превысить рентабельность. В Национальной палате предпринимателей Казахстанские банки определились с приоритетными рынками сбыта казахстанских товаров. Наиболее выгодными, по мнению экспертов, являются Китай, Россия и Иран. Мы можем создать уникальные условия – за 15 минут зарегистрировать предприятие, убрать все административные барьеры. Но если нам некуда будет сбывать нашу продукцию, наш бизнес элементарно встанет. Поэтому для себя мы определили, сделали анализ, что у нас есть три перспективных рынка сбыта. Это Китай, Российская Федерация и сейчас открываются уникальные возможности в Иране. То есть это рынки с большой плотностью и численностью населения, заявил заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей Толемис Шотанов. До конца года в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 60 объектов здравоохранения. 25 из них строятся в рамках проекта строительства 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. Завершено строительство 325 объектов или 93% от запланированного. Еще 35 медучреждений будет построено до конца года за счет республиканского и местных бюджетов. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова